всем привет в этом видео я хочу рассказать о том что она ждет ближайших обновлениях я думаю те кто смотрит мои видео также читали статью на сайте в которой я вкратце рассказал что же но будет ближайшее время после этой статьи поступило много вопросов и я решил более подробно рассказать об этом видео ну и начнем наверное с торговли и самый популярный вопрос это сколько нужно приготовить ресурсов для крафта вот но телеги полоски ну и давайте посмотрим на примере вот что на корейском сервере первую полоску нам дадут и так бесплатно то есть но она идет по моему мне вот кстати не помню но по-моему она как-то идет бесплатно но и есть также крафт этой телеги не знаю вдруг вы ее нечаянно удалили еще что-то и вот она вот доступна крафте основные характеристики это вот одна лошадь первый ранг одна лошадь 15000 еды сейчас расскажу об этом пункте поподробнее это в день персонаж может потратить вот моем случае пятьдесят одну тысячу четыреста еды еда тратятся за чуть ли не за каждый метр передвижение повозки по мировой карте ну и да видимо тратится на лошадь на рабочих но не суть за один раз за счет повозки за счет бонуса который дает лошадь я могу потратить из этого лимита 22000 еды то есть вот например в день с моим с моими статами я могу пройти два раза эту карту там конечно есть свои нюансы но подробнее о них расскажем в отдельном гайде который будет посвящен именно торговли там есть нюансы что вот еду можно пополнить во время но с катаний и так далее но не будем об этом вопрос заключался сколько нужно приготовить ресурсов уже сейчас и давайте перейдем к рассмотрим телегу второго ранга тут мы видим увеличение лимита еды и скорость вес переносимый вес остается тот же ну и собственно вот ресурсы и ценник второй ранг кстати телеги доступен по моему очень рано там то ли 5 уровень торговли то ли 10 но короче вот если вы спрашивали сколько готовить ресурсов только именно вот столько нужно приготовить потому что первую телегу по идее нам дадут бесплатно а вторую мы должны будем скрафтить и причем это будет ближайшее время то есть может там день-два пройдет и мы должны пересесть на вторую телегу и третья телега то есть вот тут уже и ценник побольше ресурсов намного больше нужно ну и что увеличивается лимит еды и лимит веса 4 и 5 по идее на старте не будет но давайте рассмотрим их для четвертого ранга нам нужно уже две лошади очень сильно увеличивается лимит еды и веса также потребляемые да если я не ошибаюсь да то есть вот очень сильно потребляемые да но зато вот увеличивается бонусы там покупки и продажи и так далее но уже нужен 25 уровень торговли а вот для последней которая вот доступна на корее можно использовать три лошади девяносто одну тысячу лимита плюс лимит веса 12000 бешеные бонусы нужно очень много серебра очень много ресурсов и требуется второй уровень здания вот этого торгового здания а чтобы его построить нужно восьмой уровень лагеря то есть скорее всего вот в таком виде ну короче торговля делится наверное на два то и три обновления в первом обновлении будет доступно вот три телеги а вот эти будут доступны позже то есть отвечая на вопрос изначальный мы готовим вот вот эти ресурсы все остальное как получится также важно помнить что для торговли нам нужно лошадь максимального уровня чем выше уровень лошади тем лучше вот то есть у меня тут максимальный седьмой дает 6 процентов к лимиту еды если бы я использовал второй уровень давала бы всего один процент ну и вот с каждым уровнем плюс один процент и также четыре рабочих то есть вот я использовал вот золотых рабочих то есть их даже специально переименовал чтобы именно только они были использованы сейчас мы выберем одного из этих рабочих и посмотрим вот то есть у них уже прокачано именно вот в торговле там дерево там вот пвп там иногда мобы встречаются такие ну короче вот именно эти четыре пом четырех рабочих я выбрал и именно их использовал в торговле далее поговорим о тренировочной башне или обучающей башне кому как удобно на награду и данные вообще то что на корее не смотрите потому что это это уже на корее несколько раз уже эту башню обновляли увеличивали лимит увеличивали награду увеличивали к и количество этажей но изначально доступно три персонажа и всего 20 этажей также награда скорее всего другая а может такая же но вроде как другая будет чуть попроще суть в том что нам нужно четыре персонажа сорок пятого уровня и выше один то есть запускает три персонажа участвует конечно минимальный набор это один запускает один участвует то есть основа запускает и один твинг участвует но так он пройдет не очень далеко всего пару этажей то есть чтобы пройти максимально нам нужны три персонажа одетых как можно круче и один тот кто будет запускать в качестве участника может быть использован основной персонаж то есть но мы заходим на твинка голову например самого худшего там 45 уровня и запускаем трех остальных персонажей кстати желательно чтобы это были разные профессии тогда плюс 200 бесса за каждого персонажа будет даваться ну и в итоге там а еще важный момент то есть один этаж проходится ровно 10 минут если у нас бесса хватает на все 20 этажей и мы используем например основного персонажа вся башня будет проходить за 3 часа и 20 минут и мы за это время не сможем зайти на этих персонажей то есть например если мы использовали основу чтобы пройти максимальное количество этажей мы на основу не сможем зайти нам нужно играть на твинке который запускал либо и вовсе выйти из игры желательно конечно добиться того чтобы вы например основой играли 3 твинов запускали трех дополнительных персонажей ну и они проходили максимально 20 этажей количество бесса необходимого для каждого этажа есть на бой в нашей базе но цифры там скорее всего сейчас могут быть не точными они даже вот для этой базы башни уже может могут не подходить потому что очень много было обновлений но как только ведут эту башню мы постараемся скорректировать там цифры чтобы каждый знал сколько вот ему не хватает для того же или иного этажа также насчет когда будет башня мне кажется подчеркну что я не знаю точно точно когда будет это знает только разработчик но мне кажется она будет не скоро так как как минимум должны вести там еще одного нового персонажа то есть вот я никого не прокачивал кроме первого основного персонажа потом ввели сорку я докачал ее по ивенту там до 55 уровня сейчас ведут dark night а я также прокачаю по ивенту и мне кажется башню виду только тогда когда еще добавит еще один какого-то но еще один какой-то новый класс но как будет на самом деле не знаю посмотрим но готовится нужно и можно уже сейчас далее далее я не написал об этом статье но хочу вам рассказать в этом видео это про соло боссов ближайшее время добавят усиленную версию соло боссов то есть вот на данный момент есть вот такие обычные соло боссы а есть усиленные вот они отмечены красным отличаются они наградой и способом прохождения награда по моему в 20 раз лучше чем обычная версия этого босса а насчет прохождения также там другая механика совершенно то есть для того чтобы пройти там нужно подумать плюс несколько попыток там потратить чтобы понять что происходит и как проходить этого босса прохождение всех боссов есть базе данных например вот если взять носа там появляются такие глыбы то есть и пока их не разрушишь разрушается они только с помощью самого босса нужно стать например за глыбу и босс побежит и разрушит эту глыбу то есть вот такие небольшие нюансы есть на каждом боссе и их нужно знать все нюансы указано в нашей базе заходите смотрите плюс когда введут их я также буду скидывать ссылки на на каждого босса там есть видео формате возможно кстати некоторых изменят так было по моему с боссом вот этой жабы изначально одна механика была потом они что-то передумали и изменили если что-то изменят мы подправим способ получения этих боссов и как можно подготовиться к ним сейчас нужно копить просто вот эти свитки не обменивать а именно копить усиленные боссы появляются вернее можно получить с помощью обмена мы обмениваем и совершенно случайным образом там очень низкий шанс что вам выпадет усиленная версия поэтому копим и тратим только вот когда ведут это обновление собственно на этом наверное все по поводу новых классов я наверное ничего говорить не буду потому что вот вводили сорку сейчас вводят dark night в принципе нужно делать все то же самое что и когда вводили сорку если кто не помнит или забыл или хочет прочитать это есть в текстовой версии также есть видео про сорку ну короче блин если в двух словах просто копите монет шокоту и в первые часы обменивайте и продавайте это оружие это чтобы заработать ну а если для себя то там тоже нужно и точки накопить и монет шокоту потом части круга и так далее я говорю все это есть базе я не хочу повторяться и затягивать это видео собственно на этом все если о чем-то забыл прошу меня простить вас прошу подписаться поставить лайк ну и всем спасибо всем пока 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 пока